Здравствуйте, уважаемые любители компьютерных игр в окошке. Мой позывной Гамовер и сейчас начнется программа от винта, из которой вы узнаете правду о новых компьютерных играх. А это еще что за гусь? А, понятно. Сейчас начнется викторина. Разыгрываются призы и подарки, в число которых входят мониторы, яркие рубахи и опять же компьютерные игры. Все это достанется тому, кто сумеет правильно ответить на следующие вопросы. Итак, вопросы. Первый. Каково научное название этой птицы? Варианты ответов. А. Делириум тременс. Б. Хлоэбия гульде. С. Люпус эст. И. Д. Акватофана. Второй вопрос. Чьим символом является эта птица? И третий вопрос. Какое отчество было у старшего брата Александра Сергеевича Пушкина? Ответы присылайте по адресу. 109-388 Москва. Абонентский ящик 21. Программа от винта. Ответы принимаются в течение двух недель. А теперь, уважаемые эрудиты, мы с вами посмотрим игру, которая называется Longbow Gold. Там рассказывается о том, что на самом деле вертолеты летают куда лучше, чем птица. Вы обратили внимание на то, что многие боевые вертолеты американской армии носят имена индейских племен, некогда проживавших на территории США. Как известно, индейцы почти исчезли с лица земли по причинам, которые американцы теперь называют естественными. Мы уже рассказывали об игре Каманч, и вот пришла очередь Апача. Таким образом, индейцы присоединились, наконец, к частям регулярной армии. Эта программа является симулятором в чистом виде, то есть управление вертолетом максимально приближена к управлению реальной боевой машиной. И даже руки после игры иногда трясутся. Не всем, кстати, это нравится. Приходится нажимать слишком много кнопок на клавиатуре, а это рано или поздно может надоесть. Да и сама клавиатура не вечно. В какой-то момент начинает казаться, что реальному пилоту живется даже легче, поскольку он, по крайней мере, может вертеть головой в разные стороны, высматривая противника. Вам же для этой цели предлагается пользоваться, опять-таки, клавишами. Перед тем, как начнется, собственно, игра, вы пройдете тщательный инструктаж, во время которого вам расскажут, как и зачем устроен вертолет и почему он все-таки летает. Хотя, судя по внешнему виду, не должен. В мультипликационной заставке к игре фигурирует российская боевая техника и наши солдаты срочной службы. Вот вам случай создания образа врага для последующего использования в коммерческих целях. Уважаемые дети и так называемые подростки. Нам известно, что некоторые из вас иногда смотрят нашу программу. Поэтому мы решили обращаться к вам с напутственными словами. Мы знаем, что вы легко нарушаете законы и охотно встаете на путь правонарушений. А ведь это может быть небезопасно. Посмотрите игру, которая называется Outlaws, что переводится как «вне закона». Вспомните прекрасные мультипликационные квесты фирмы LucasArts. Такие, например, как байкерская сага Full Throttle. Чтобы не оставлять своих мультипликаторов без средств к существованию, фирма задействовала их и в работе над игрой в жанре 3D Action, которая обычно обходится без всякой мультипликации. Что ж, на наш взгляд, игра от этого только выиграла. Также, безусловно, успешным можно считать ее звуковое сопровождение и музыку, которую вы слышите в данный момент. Прочие достоинства этой программы весьма спорны, но оставим эти скучные рассуждения и поговорим о сюжете. Давным-давно, где-то на Диком Западе, жил-был шериф по фамилии Андерсон. В меру своих сил он боролся с бесшабашными американскими преступниками и снискал себе всеобщее уважение. То есть, его побаивались. Шли годы, и Андерсон мало-помалу начал уставать от жизни полицейского. В один прекрасный день он уволился со службы и поселился в уединенном домике вместе с женой и дочкой. Он даже подумывал о том, чтобы взяться за сочинение сказок, благо фамилия позволяла, когда трагический случай разрушил все его планы. Выяснилось, что его ранчо оказалось на пути строящейся железной дороги, и путейцы ни за что не захотели обогнуть постройку, а предложили ее купить. Андерсон отказался, и это стоило жизни его жене Анне, а дочку путейцы похитили и увезли в неизвестном направлении. Таким образом, цель игры становится предельно ясной. Найти ребенка и рассчитаться за обиду. Джон Ромеро, создатель Дума и других прекрасных игр, очень высоко отозвался об игре Outlaws. Оценки компьютерных журналов пока довольно прохладные, а это значит, что стоит подождать, пока выскажется рядовой пользователь. То есть ты, дружок. Последняя игра, о которой пойдет сегодня речь, опять покушается на общепринятые моральные нормы. Кто бы сказал, почему создателей компьютерных игр так привлекают бесы, черти и ижи с ними? Еще интересно знать, а не взаимна ли эта привязанность? Вот. А следующая игра называется Дэнджон Кипер. Наверное, всю невозможную прелесть этой игры могут понять только московские диггеры. У них, однако, нет такой абсолютной власти над подземельями, как у повелителя пещер из игры Дэнджон Кипер. Кто знает, может быть, под московскими улицами тоже проходят жаркие схватки между враждующими кланами подземного мира, Мосэнерго, водоканалом и метростроевцами. Но давайте по порядку. По жанру эта игра относится к Real Time стратегии. Действие ее происходит на счастливых землях, а вернее сказать, под ними. Люди, живущие на поверхности, весьма довольны своим существованием. И жизнь у них налажена как надо. Хлебопашцы растят зерно, хлебопеки пекут хлеб, хлопкоробы тоже не отстают. В общем, народ процветает. Однако эта картина не может радовать властелина подземелий, который живет в холодных пещерах. И вот, в ужасном раздражении, он начинает строить свое царство. Царство зла. Как вы понимаете, в роли властелина оказывается игрок, которому приходится выступить на стороне темных сил. По мере того, как ваше подземелье будет расширяться, к вам начнут стекаться всякие дьявольские вестии, демоны, драконы, бэтмены и прочая нечисть. Служить они будут не за так. Вам придется оплачивать их услуги золотом. В игре есть одна интересная особенность. Вы можете вселиться в любого монстра и смотреть на окружающий мир его глазами. Вселившись, например, в жука, вы поймете, что главная несправедливость в мире заключается в том, что некоторые не смотрят себе под ноги во время прогулок. А если во время странствий по подземельям вы наткнетесь на библиотеку царя Ивана Грозного, то сообщите, пожалуйста, нам, и мы расскажем об этом в нашей программе. Ну вот и все на сегодня. Наша программа заканчивается. Game over. Увидимся завтра.